Итоги приватизации государственного имущества, работы у промышленного комплекса и подготовку к весенней пассивной кампании обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы республики. 2014 год начался в целом неплохо для экономики Чуваши. Индекс промышленного производства в январе поднялся до 110% и вывел республику на первое место в Приволжском федеральном округе. Однако достижения неравномерны. Рост продемонстрировали только 6 видов промышленности из 12 и вилка от 195 до 66% к уровню прошлого года. По итогам января текущего года в режиме наращивания объема производства сработали этого. Мы обсуждали на встрече с промышленниками это вагон, в действительности так, ЭЛАР, ЭКРА, ЧАС, ВНИР, ЗАУТ Винчапаева, электроформат, электроприбор и ряд других предприятий. Причем у нас к соответствующему периоду прошлого года увеличился выпуск целого ряда продукции, в частности увеличились количество грузовых вагонов в 4 раза, электродвигателей, генераторов, трансформаторов в 3 раза, навигационной аппаратуры в 2 раза, электрической и распределительной регулирующей аппаратуры в 1,5 раза и ряд других позиций. Не очень убедительно выглядит пищевая промышленность. Производство составило 94% к уровню 2013 года. Это непонятно. Спрос на продукты питания меньше не стал. Продукты питания на сегодняшний день, они востребованы. Воду, которую разливают на сегодняшний день, прежде всего, безалкогольные напитки тоже люди потребляют. Конкуренции наши или не выдерживают, или непонятно, что там еще может быть. По каждому предприятию в отдельности надо будет проработать совместно с городскими властями. Итоги приватизации государственного имущества озвучила министр имущественных и земельных отношений Светлана Янилина. Из 337 объектов, включенных в программу 2013 года, приватизирован 201. Столицы Чувашии, остальные города и некоторые районы выполнили свои показатели в полном объеме. И за счет этого выручка заметно превысила ожидаемую. Всего доходов от приватизации в прошлом году в республиканский бюджет поступило 559 миллионов рублей. Из них доходы от продажи пакетов акций составило 415 миллионов рублей. Доходы от продажи объектов недвижимости и нового имущества 43 миллиона рублей. Сама по себе сумма, она выросла по отношению к 2019 году 3,4 раза. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, приватизация государственного и муниципального имущества – это реальный способ привлечения инвестиций. И главам муниципалитетов необходимо уделять ей более пристальное внимание. На совещании обсудили и ход подготовки к весенней пассивной кампании. В целом, намеченные планы по засыпке семенного фонда и закупке минеральных удобрений районы выполняют. Кроме того, министр экономического развития Владимир Аврелькин рассказал, в Сочи начала свою работу большая выставка регионов России, на которой представлена и Чувашская республика. В день открытия президент страны Владимир Путин посетил и нашу экспозицию. В Русском доме представлены все федеральные круга, в том числе и Приволжский федеральный округ, куда мы уходим. Представлено от Чувашской республики – это традиция наша, это культура, это социально-экономическое развитие, это наш этнос. Поэтому это не специализированная выставка, эта выставка демонстрирует общее положение республики в России.